Детей в Раменской школе номер 6 нет, но работа у педагогов кипит. Учителя, как и школьники, осваивают дистанционное обучение. В работе используют различные платформы. На сегодняшний день самая востребованная – школьный портал. По образователям учреждения обучается 1278 человек. Все они подключены к этой системе. Мы выкладываем ссылки на ролики в Ютубе, мы выкладываем ссылки на ролики в Фоксфорде. Даем домашние задания непосредственно через школьный портал. Проблемы только сейчас возникли с тем, что портал не справляется. Не всегда можно загрузить домашние задания. Но учителя идут на встречу родителям и детям и получают домашние задания вплоть до своих электронных почт. Проверяем, комментируем. Также на удаленном режиме обучения специалисты организовали для каждой группы детей индивидуальные занятия онлайн через видеосвязь. Они нам также рассказывают, предположим, свои стихи читают, либо мы объясняем какие-то вопросы, которые дети сами разобрать не могут. А также у нас учителя физики и химии организовали онлайн-уроки. Мы подключаем сразу несколько классов параллель, даем уроки на прямое общение. То есть две платформы вот таким образом мы освоили. Всем нуждающимся школьникам в шестой школе выдали компьютеры. А это более 40 штук. Основная цель, чтобы дети без проблем заходили на школьный портал и учились. Связывали с учителями и отправляли задания. А также имели возможность обратной связи с классным руководителем или педагогам-предметникам. Мы выдавали компьютеры из федерального стандарта и то, что мы получили. Компьютеры все оснащены именно школьными программами, лицензированные. То есть это сделано для того, чтобы, конечно, дети больше времени уделяли учебе, а не скачивали там всевозможные игры, видео, формат ненужный, то, что нужно и так далее. Там стоит блокировка, конечно, для Wi-Fi. Это для того, чтобы компьютер подключался именно к сети интернет, и чтобы дети спокойно могли работать. Резерв техники в школе номер 6 есть. В любой момент родители могут позвонить и сообщить, что сломался компьютер. Администрация образовательного учреждения обязательно поможет. Это, конечно, большая заслуга нашего руководителя, потому что школа оснащена полностью. У нас очень много оборудования, и, конечно, все родители ушли довольны. И мы надеемся, что на время дистанционного обучения мы будем полностью готовы к тому, чтобы дети работали и занимались. Егор Кабанов, Алена Иванова для программ «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова